Продолжение следует... 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 Ассоциации рыболовистских коллегов Астраханской области Борис Дремин. В пределах двух-трех лет, сделав нормальный выпуск воды, и все наши ресурсы, биоресурсы, установятся практически без всяких затрат. До первых взгляд, задача не самая сложная, но для ее решения нужно, чтобы поправку на жизненные интересы воду делали не только энергетики, но и, например, региональные подразделения Росгидромета, рассказал заместитель руководителя Росраболомства Василий Закалов. Это основная проблема – отсутствие хорошего, качественного прогноза. То есть мы, выходя к весне, не знаем, что же будет в весеннем дороже. Связано это с тем, что, например, Росгидромета в разы сократилось количество наблюдательных пунктов. А второй момент – надо пересматривать зимние пропуски. Понятно, что энергетики на этом зарабатывают большие деньги, но это оборачивается реальными проблемами для природы. Насколько реально будет работа на выкатах менее фатаринах для личных обитателей, пока неизвестно. Совещения этих переговоров ведутся на многие годы, но пока о столь нибудь заметных результатах никто из их участников не сообщал. Между тем, к самой Астрахани цена в облуду меньше, чем за год утромилась. Сейчас килограммы для рыбы не только одну из самых популярных, которые распространены стоят примерно 5,5 тысячи старых рублей. Я на слабый башок – это 200 грамм. 200 грамм. Лизефира – 200 грамм. Корреспондент Екатерина Косинец. Но давать врачам полный карт-бланш на угощение с темно-действующими препаратами и снимать с них при этом всякую ответственность тоже нельзя. Другие слова. Карт-бланш в переводе с французского буквально означает «белая карта». В юриспруденции прошлого так называли пустые документы, чеки, бланки доверенности с подписью, которые другой человек мог заполнить по своему усмотрению. Близким по смыслу понятен служила Леоттер де Каше – письмо с печатью. Речь идет о существовавших в эпоху абсолютизма королевских приказов о боресте, куда можно было вписать имя любого человека. Последствием этого инструмента в заточении оказались, например, Джакома Казанова, Вайтер, Маркиз де Сан. Сегодня выражение «дать карт-бланш» использует в значении «предоставить неограниченные полномочия, полную свободу действий». «Дать карт-бланш» «Предоставить неограниченные полномочия, полная свободу действий» «Предоставить неограниченные полномочия, полная свободу действий». Принять участие в переписи можно будет, как традиционным способом, ответив на вопросы пришедшего к вам переписчика, так и онлайн, состоятельно на портале «Госус». Предварительные итоги переписи населения убедут в апреле 2022 года, а окончательные официально опубликуют в конце 2022 года. Все данные вносятся в переписной лист исключительно со слов респондента. Никаких подтверждающих документов не требуется. Один из главных принципов «предоставить» гарантированной Конституции – возможность самоопределения по вопросу о национальной принадлежности и родном языке. «Каждый житель России проведет любой ответ на вопрос о национальной принадлежности, в том числе назвать несколько вариантов ответа. Зафиксированы и учтены в этом переписи будут все ответы». Комментирует председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. Конституция Российской Федерации, ст. 1.26, часть 2, «Предоставить» гарантирует право на самоидентификацию по национальной принадлежности. Это право является незыбленным и в ходе проведения переписи. Респондент имеет право дать любой ответ о национальной принадлежности, а из-за тех переписчик не может, не имеет права, не должен ставить по сомнению ваши ответы». Никаких подсказок к вопросам о национальной принадлежности и родном языке не будет и в электронном переписном листе на портале «Косуслов». Такой подход позволяет в деталях увидеть культурное состояние общества, его запросы, оценить восприятие людьми своей национальной идентичности. Это делает результаты переписи одним из важнейших ориентиров для реализации эффективной социальной, этнокультурной, языковой и образовательной политики. Для каждого участника культуры очень важно, чтобы были учтены наши этнокультурные потребности в будущем и в сегодняшнем мире. А это кинези, это ученики, преподаватели, это национальный театр, национальная литература и так далее. Участвуют в культурной северной, отвечая на все вопросы, что мы как бы оставляем свои фотографии в общем свинку многонационального народа Российской Федерации в первую заявку на будущее, чтобы наши интересы, интересы наших детей, внуков были ученицы. Отметил Владимир Зорин. Девушки в 10.30. Новости. В студии Ростатницкая утечка обдала база. Предварительная причина взрыва, которая прогрели утром в квартире 5-этажной жилой доли в Верхней Кушме, Свердловской области. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Она организовала проверку в связи с платформой безвоздушной смеси. Квартира проверка выяснит, когда проверялось базовое оборудование. Также прокуроры контролируют обследование дома, устойчивость конструкций. Ранее Главное управление МЧС по региону сообщали, что хлопок произошел в квартире, расположен на первом этаже 5-этажного дома на улице Юбилейной. Достатализировал один человек, у него оживили 40% поверхности тела. Для прибытия пожарных из подъезда самостоятельным выровались 11 человек. В результате инцидента обрушились межквартирные перегородки, поэтому несущие конструкции зданий не повреждены. Всего пострадали три квартиры. После обследования подъезда жрецы вернулись в свои помещения. Следователи задержали еще двух членов банды Абасаева и Хаттаба. Как сообщили в СКР, он не причастен от нападения на населенные пункты Бутликского района Дагестана в 1999 году. Речь идет о броженцах Ставрополье Альберте Юакаеве и Олегбане Мурсаеве. В 1999 году они вступили в банду по троповодству Шамиля Басаева и Мира Хаттаба. В августе того же года не менее 1000 боевиков с автоматами, гранатами и взрывными устройствами приняли участие в материнском районе. Тогда в результате обстрела погибли 33 человека и 34 получили ранения. Добавлю, в актере этого года участника банды Басаева и Хаттаба Александра Холомаренко задержали в Краснодарском крае. Пока в России еще много людей, которые не имеют иммунитета в коронавирусе, по этому пункту не не остановится, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия». По ее словам, кредит в России более 47 миллионов человек, но этого недостаточно, чтобы остановить передачу инфекции. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в нашей стране необходимо вакцинировать не менее 80% населения. Из них 47 миллионов получивших на дозу, это же не очень правильно, это не 60%, это не 80%. Поэтому сегодня основание говорит о том, что все остановится, но у нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть. Из чего мы делаем вывод, что на 47 уже сегодня миллионах вилитых, хотя бы первая доза, что вакцины российские очень эффективны. Только 2% вакцинированных от коронавируса заражаются штаном «Дельта». В России заявила Попова, что привитые практически не ходят в число умерших от инфекции, сказала руководитель Роспотребнадзора. Она также заметила, что российские эффективные вакцины защищают от тяжелого течения заболевания, от реанимации и от летального исхода. Все школы Якутска переведут на дистанционное обучение. С следующего дня по 8 октября из-за роста заболеваемости Органи и Грингу среди детей сообщили о новости в управлении образования города. По данным распадом узора по региону, за неделю в Якутске зарегистрировали более 8100 случаев заболевания. И видим, порог превышен в 2,5 раза, что выше показателя предыдущей недели почти в 13 раз. Дополнительно на прогулы было объявлено, что на дистанционное обучение Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...